Россия оказалась нечем изучать Арктику 5 июля 2019 года Лента Датру Россия оказалась нечем изучать Арктику Источник изображения, фото, Андрей Шапран, РИА Новости Глобальное потепление, особенно ярко проявляющееся в Арктике, влияет на состояние Северного морского пути, на разведку и добычу полезных ископаемых и напрямую связано с экономикой Однако Россия испытывает недостаток в оборудовании и измерениях для изучения соответствующих геофизических процессов Об этом в известиях пишется в лаборатории геофизических исследований Арктики и континентальных окраин Мирового океана Московского физико-технического института МФТИ Специалист в области морской геофизики и геодинамики Член-корреспондент Российской академии наук РАН Леопольд Лобковский Сейчас есть проблема с закупкой техники для исследований многое производится за рубежом Лично мы сталкиваемся с этим, когда не можем получить оборудование и программное обеспечение для сейсморазведки, геофизики и изучения океана, заявляет ученый Завлабораторий отмечает, что всегда можно договориться с кем-то об аренде по бортиру и есть вариант привезти оборудование из стран, которые не вводили санкции против РФ Например, из Китая, Сингапура и так далее Однако нам самим тоже нужно создавать По мнению академика, нужно стараться делать упор на разработку уникальных вещей, которые не надо масштабировать и массово производить Либо создавать продукты в интересах международных заказчиков Поскольку российский рынок такого оборудования невелик порядка 2% от мирового В апреле президент РАН Александр Сергеев заявил, что таяние вечной мерзлоты, сопровождающиеся высвобождением в атмосферу земли метана, вызванное глобальным потеплением, угрожает катастрофическими последствиями для российской Арктики В июле 2017 года ученые из Института леса имени Владимира Сукачева, Красноярск, Сибирского отделения РАН рассказали, что глобальное потепление сделает климат Сибири подходящим для теплолюбивых культур, в частности, фруктов, орбузов, ягод, кукурузы на зерно и некоторых сортов винограда Однако во второй половине 21 века, из-за заселения Сибири широколественными лесами, спровоцирует наступление масштабных пожаров В сентябре 2012 года российская атомная глубоководная станция АС-31 «Лаошарик» в ходе экспедиции Сибмаргия взяла пробы морского грунта с глубины более двух километров, которые легли в основу доказательства принадлежности хребтов Ломоносова и Менделеева к российской части континентального шельфа Запасы углеводородов под которым оцениваются в 5 миллиардов тонн условного топлива, около 12% мировых запасов нефти На арктические владения России приходится примерно 18%, 3 миллиона квадратных километров, занимаемой странной площади На зону вечной мерзлоты приходится более 60% территории государства Площадь, занятая вечной мерзлотой на территории России, может сократиться к середине 21 века на 20-25%, а к концу 21 века на 31-56% Право на данный материал принадлежат Материал размещен правообладателем в открытом доступе